Здарова парни, всем привет, это Юра, канал Все Твои. Мы сегодня с ребятами напилили несколько подходов, кое-что даже успели заснять. Сразу хочу оговориться, снимали на телефон, поэтому то, что там говорили ребята, к сожалению, ну вот не все будет слышно, но я постараюсь вам хотя бы прокомментировать. Парни только начали свою пикап деятельность, только начали свои первые подходы, но у них уже что-то начало получаться, поэтому мы сейчас сможем посмотреть. Пока, к сожалению, только посмотреть, но еще раз повторюсь, я что-то могу откомментировать. Вы уже посмотрите на их поведение, конечно, там есть маленькие нюансы, но еще раз повторюсь, эти ребята только начинают подходить. Давайте посмотрим это видео и оценим его вместе. Сегодня в очередной раз проходит занятие в торговом центре, на улице пока холодно, но мы готовимся уже к основательным подходам на улице. То есть ученики пробуют свои силы в остановках, кинестетике, отрабатываем какие-то базовые вещи. Ну, хорошо пошла кинестетика. Самое главное это спокойствие, то есть не дергаться, стоять спокойно. Ну и в конце концов записывать телефоны. Ребята, не забывайте, на самом деле нужно делать чуть больше кинестетики, в конце обязательно нужно будет ее обнять. Да, и не забывайте делать прозвон, то есть то, что сейчас делает Вася. Обязательно делать прозвон. Потому что очень часто номера дают левые. Вот и все. То, что вы должны делать. В принципе, все самые основные базовые вещи, которые мы даем на первичных наших тренингах, выполнены. То есть для того, чтобы познакомиться, пообщаться, нужно что сделать? То есть нужно закинуть что-то из горлума, нужно обязательно ее остановить и продолжать общаться. То есть делать горлум, правда его здесь пока, к сожалению, у нас не слышно. Мы обязательно в следующих видео добавим петличку, чтобы слышать, ребята, так. Вы можете посмотреть, что в принципе ведет он себя спокойно, позитивно, делает кинестетику, реакция хорошая. Далее в свое время наберет телефон и после телефона обязательно еще продолжает общаться. То есть не сразу схватил телефон, побежал, знаете, да, как телефон, самоцель. То есть мы берем телефон и дальше продолжаем общаться. В конце обязательно обняли. Единственное, чтобы я посоветовал нашему ученику, это после остановки обязательно отвезти девушку в безопасное место. То есть вы, стоя посреди коридора, можете быть задеты, так сказать, прохожими случайно. И, ну, как бы, дело первой подхода, вы можете волноваться. То есть тот, кто вас толкнет, может вас сбить. Вы там еще больше заволнуетесь, закопаетесь. Также могут сбить, там, ну, толкнуть, опять же, вашу девушку, то есть которая тоже там может волноваться. В общем, лучше делать, предлагать и сразу же отойти в безопасное место. Когда вы отводите девушку в безопасное место, вы можете ее провожать, там, за плечо, за руку, при этом делать киноэстетику, что-то ей там еще из комплиментов говорить. Вдруг мы поженимся, там, ну, условно, вы о ней заботитесь. Поэтому какие-то самые первичные базовые вещи были тут сделаны. То есть если вы хотите делать так же, то есть смотрите, как это происходит. Если у вас есть свои комментарии, есть что добавить, обязательно напишите. Серега, пойди покажи про киноэстетику, там, помаячь, я киноэстетику начал делать. Продолжение следует... Ребят, смотрите, вот в этом экзотическом видео, ну, относительно, я хочу сказать, что очень важно, когда вы в полях, особенно, когда у нас групповые мероприятия, находитесь не одни. Иногда человек, который находится с тобой рядом, допустим, твой товарищ, он может тебе что-то подсказать. Здесь ребята, вот, ну, они пытаются, я вот видите, попросил одного из участников помочь второму, ну, когда ты стоишь, волнуешься, немножко забываешь на первых порах. То есть в эти подходы мы делали в основном, как бы, упор на киноэстетику, потому что у ребят она хромает, и я им говорю, вы больше трогаете. Вот один из участников там сзади подходил и ему показывал. То есть это все равно некая помощь и напоминание. То есть это либо тренер будет делать там, либо кто-то из твоих же ребят. То есть это плюс, когда ты не один шатаешься в полях, а когда вы вместе проходите. То есть на тренингах у нас такая практика постоянная. Причина была просто там прибронировать местную за кислородчик, а бомба двигалась. Ну, они вообще сказали, что день в день не бронируют там, в порядке, в очередь. Другу, давай. Другу, давай. Другу, давай. Отлично, это был шоколадный зачет. Ну, как тебе? Коммуникация сложная. Жаль-ка, жаль, что, блядь, увидели, конечно, что снимают, но в целом нормально ходит. Опыт прикольный. Ага. Ну, в смысле, кто она увидел, что снимает? Да, да, да. Женщины тоже бывают абсолютно разные. То есть бывают дикие, бывают, ну, как бы, достаточно спокойные. И очень часто, как бы, ребята, когда подходят к спокойным женщинам, то есть у них там более-менее все проходит, когда женщина дикая, они там что-то начинают волноваться и переживать. То есть вот наглядный пример, как надо вести себя, ну, одинаково в той и в другой ситуации. Можете сами сейчас в этом убедиться. Иди сзади вам покажи, чтобы он ее покинестетил, потому что трогать надо обязательно. Ребят, не забывайте, что при подходах нужно не только общение, а еще нужна кинестетика. То есть это очень важно. Вы можете записывать телефоны, все будет круто, но женщин нужно трогать. Вот хотя бы так. Молодец. Да, и не забывайте их отводить в безопасное место, потому что люди, которые ходят по коридору, могут вас толкать, мешать, могут толкнуть вашу женщину. Она может запереживать. Ну, в общем, лучше отходить в сторонку и там общаться. Какая-то очень живая, позитивная женщина. Да, не забывайте в конце обязательно обнимать. Да, ребята, не забываем кинестетику. Не забываем кинестетику. Очень важно. Вообще всем крайне рекомендовано чаще выбираться в поля, делать подходы, делать кинестетику, делать горлом. То есть все упражнения, которые мы даем в тренингах, максимально рабочие и приведут вас обязательно к результату. То есть нужно только вытаскивать себя в поля, либо приходить к нам на занятия. Ребята, то есть занимайтесь, получайте удовольствие, получайте телефоны, у вас все будет круто. Да, и самое главное, после того, как возьмете телефон, не спешите оттуда сбегать. То есть нужно обязательно пообщаться, чтобы не было такого, чтобы пришли только за одним телефоном. Берете телефон, обязательно еще пообщайтесь. Ну и, конечно же, обнять на прощание. Так, стой там. Ну что, давай там пару каких-то вот... Ну то есть были ли какие-то возражения? Блин, возражений... Если они и были, я их даже не запомнил, если честно. Как-то все идет гладко. И, ну, когда ты, короче, расслаблен, выглядишь уверенно, и что ты там себе позволяешь. А что ты, ну, смотри, вот как вот чувакам, которые ходят, и они не могут расслабиться, и не могут быть, то есть быть уверенными. Что им посоветуешь просто? То есть у тебя все хорошо получается, ты подходишь, ты только начал работать. То есть что ты посоветуешь ребятам? Что я посоветую, и не знаю, записаться на тренинг, где все подробно по полочкам разложат. Я... Из меня тренер, конечно, еще вряд ли будет таким хорошим, как там Вова, Юра, Тигран. А вот ребята шают, знают свое дело. В том числе и саппорты какой-то, поддержку дают. Короче, идите на тренинг, все, что я могу посоветовать, там вам все нужные советы дадут. Спасибо за рекламу. В общем, ну, круто ты, молодец, что ходишь, что делаешь. То есть мы все твои результаты видим. Девки, понятно, что подставные, как бы, это же очевидно, это же видно. То есть, ну, все равно молодец. Молодец. То есть вы можете точно так же. У вас у всех есть возможность прийти к нам. Самое ближайшее мероприятие – это антикризисный тренинг «Перезагрузка», который будет с 1 по 3 число. Там еще есть места, это стоит халяву. Вы можете делать точно так же. Мы вам в этом будем помогать. Поэтому, кто хочет попасть, обязательно записывайтесь. Ссылка будет под этим видео. Мы обязательно с вами будем точно так же работать, и у вас все будет получаться. Приходи.